Пастила. Любимая сладость и детей, и взрослых. Но вот вопрос. С чего её готовят? Съёмочная группа «Почемучки» приехала в музей пастилы. Старинный город Галомна. Вы не поверите, оказывается, самый главный продукт в пастиле – яблоко. Чего-чего, а этого фрукта в нашей стране всегда было много. Пастилу придумали делать ещё при царе Иване Грозном, 500 лет назад. Правда, в те времена лакомство совсем было не похоже на современное. Сладостей не было никакой пищевой химии, разных закустителей и красителей. Пастила была тёмного цвета, кисловатой на вкус. И при этом очень полезной благодаря натуральным витаминам. Как мне рассказали, своё название «Пастила» получила благодаря способу приготовления. Яблоки превращали в пюре. И потом раскатывали, точнее, пастилали как полотно в специальной деревянной форме. Кроме фруктов, в состав сладости входили другие продукты, которые добавляют и сегодня. Хозяюшка добавляла к яблочному пюре белки и куриных яиц. Добавляла дорогущий продукт. Не в каждом доме такой встретишь. Что это такое? Что это такое? О, похоже на сахар. Конечно, это сахар. Интересный факт. На Руси сахар был настолько редким и дорогим продуктом, что богачи гордились чёрными зубами. Посмотрите, сколько я сахара ем, даже зубы испортились. Миксеров в те далёкие времена не было. Чтобы взбить из продуктов воздушную пену, нанимали помощниц. Им выдавали вот такие палки, называются они мутовками. Вот такими лопатами-мутовками без остановки. Десять, а то и более часов напролёт, две работницы поочерёдно, меняя друг друга, взбивали яблочную массу, чтобы она превратилась в пышную, стойкую белую пену. Получалось настоящее розовое облако из яблок. Красивое и аппетитное. Это облако из яблока теперь нужно высушить. Для чего брали специальные тонкие деревянные рамочки. Снизу прикрепляли ткань. И постелали, отсюда и слово постела, пышную белопенную массу. И отправляли в печь. В печи происходило таинство. В печи, в лёгких духах и после хлебов эта воздушная пена просыхала совершенно. Высохнет, пласт разрежут на кусочки, один отломит, поднесут пуху. Если выходит воздух, значит будет характерный звук. Говорят, тогда постела пищит или шипит. То есть она не содержит в себе влаги. Ну а раз нет влаги, значит нет процесса брожения и гниения. И такая постела может храниться сколь угодно долго. Ой, разговоры разговорами. Но надо попробовать старинную пастилу. Ммм, вот это да! Очень вкусно! Ну а на сегодня это всё. Задавайте свои вопросы. Репортеры-почемучки на всё найдут ответы.